В иностранных армиях В иностранных армиях США миллиарды на ветер Заминистра обороны США Фрэнк Кендалл опубликовал отчет, раскрывающий детали 23 дорогостоящих военных программ, которые так и не были реализованы за минувшие 20 лет, хотя и финансировались с самого начала Среди таких провальных проектов Кендалл упоминает о боевых системах будущего Future Combat System Которые признаны самой большой неудачей Пентагона На эту программу коренного перевооружения и реорганизации американской армии с целью воплощения концепции ситецентрических боевых действий потрачено более 20 миллиардов долларов, однако до реализации дела так и не дошло В списке значится и вертолет РАА-66, Команчи, в который успели вложить почти 10 миллиардов долларов КНР Судебный надзор за боевой подготовкой Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся председателем Центрального военного совета КНР, подписал указ о введении первого в своем роде судебного регламента по надзору за боевой подготовкой Закон, который вступит в силу с 1 марта 2019 года, прежде всего нацелен на улучшение боеготовности Народно-освободительной армии Китая Им сформулированы меры по устранению практик, не соответствующих современным реалиям ведения боевых действий и критерии выявления злоупотреблений в ходе боевой подготовки Латвия Грядет череда натовских учений Ряд натовских учений пройдет на территории Латвии весной и в начале лета В маневрах примут участие несколько тысяч военнослужащих Латвии и других стран-членов НАТО Так, 12 апреля начнется совместное учение подразделения латвийской армии размещенной в Эстонии боевой группы НАТО 13 мая учение Summer Shield 16 Продлятся до 25 мая Параллельно с 13 мая по 14 июня будет проходить тактическое учение Swift Response 19 с участием десантных подразделений вооруженных сил США и Латвии Иран развивает ракетостроение Заместитель министра обороны Касим Тагизади сообщил о запуске силами иранских ученых и C. Божьей помощью спутника Дусти Дружба И о намерении в скором времени запустить еще один спутник Толу Восход Недавно Иран представил также новую баллистическую ракету Disful Дальность полета которой составляет 1000 километров Это модернизированная версия ракеты Zulfikar Которая может нести 450-килограммовую боеголовку на 700 километров Церемония прошла на подземном заводе по производству баллистических ракет для аэрокосмических сил корпуса стражи Исламской революции Ливан ракеты из США Вооруженные силы получили ракеты с высокоточной лазерной системой наведения американского производства на сумму более 16 миллионов долларов Военным груз был доставлен в Ливан 13 февраля Поставленные ракеты предназначены для эскадрильи легких турбовинтовых штурмовиков EMB-314 Super Tucano A-29A-6 машин, ранее приобретенных ливанской армией в Бразилии В сообщении посольства США в Ливане по этому поводу подчеркивается, что Соединенные Штаты расценивают вооруженные силы Ливана в качестве единственных законных защитников страны Американской ракетой AGM-114 Hillfire уже оснащена эскадрильей ливанских ВВС, в составе которой три турбовинтовых легких штурмовика Cessna-208 AC-208 Украина Заложены новые контера На Киевском судостроительном заводе Кузня на Рибальскому, бывшая ленинская кузница, 8 февраля состоялась закладка малого бронированного артиллерийского и десантно-штурмового катера, соответственно типа Гюрза М и Кентавр ЛК, для военно-морских сил Украины В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский и командующий в МСУ адмирал Игорь Воронченко На предприятии уже строится один малый бронированный артиллерийский катер, МБАК Ранее Киевский завод построил для ВМСУ-6 МБАК, введенный в строй в 2016-2018 годах, и два десантно-штурмовых катера, находятся на испытаниях в Одессе Израиль Железный купол станет прочнее Начальник генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Ави в Кахаве отдал распоряжение о начале формирования 8-й батареи комплекса про железный купол Как сообщает газета «Идиот Охронот», распоряжение было отдано в связи с ростом ракетной угрозы на северной границе страны Сейчас Сахал, армия обороны Израиля, располагает шесть батареями, еще одна находится на завершающем этапе формирования Кроме того, две батареи находятся в резерве Польша Поступив к 2023 году в Варшаве 13 февраля министр национальной обороны Польши подписал соглашение с правительством США на поставку по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Первого дивизионного комплекта ракетной системы Производство корпорации При подписании присутствовали президент Польши Анджей Дудай и вице-президент США Майкл Пенс Дивизионный комплект будет поставлен к 2023 году в конфигурации, максимально приближенной к стандартной американской В состав дивизионного комплекта входит 18 боевых машин М142 и две учебные пусковые установки, корректируемые ракеты и оперативно-тактические ракеты Австралия укрепляет ВМС в Канбере 11 февраля подписано соглашение с французским судостроительным объединением О партнерстве по программе строительства 12 дизель-электрических подводных лодок для ВМС Австралии Это крупнейшая военная программа в истории Австралии Дизель-электрическая подлодка проекта 1А – австралийское обозначение ТИП Должна иметь длину 94 метра и полное подводное водоизмещение около 4700 тонн Она представляет собой по сути неатомный вариант строящихся для ВМС Франции атомных многоцелевых подводных лодок нового поколения проекта и будет вооружена крылатыми и противокорабельными ракетами, запускаемыми через торпедные аппараты Начало строительства головной подводной лодки типа Запланировано на конец 2023 года Передача ее на испытания на 2031 Достижение оперативной готовности на 2034 Япония создадут собственный истребитель Принято решение о разработке нового истребителя, который должен будет заменить устаревающее Mitsubishi F-2 в 2030-х годах К проекту привлекут национальные компании Головным разработчиком вероятнее всего станет концерн Mitsubishi Heavy Industries Проектирование боевого самолета, получившего предварительное обозначение F-3 Планируется начать в период 2019-2023 годов Проект разработки истребителя F-3 оценивается в 40 миллиардах долларов В целом на программу разработки, по оценке Министерства обороны Японии, потребуется около 15 лет По сообщениям информагентств Продолжение следует... Продолжение следует...